Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Наше дело» и с вами ее ведущие Сергей Колесников и Василий Богданов. Спасибо, Сергей. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях Людмила Бокова, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о образовательной части и информационной политике. И начнем, наверное, с информационной политики, а конкретно с вопроса... Который я сейчас вам задам. У нас есть какая-то ситуация сейчас в России. Предприниматель вспоминает только тогда, когда случился какой-то несчастный случай или в кончерсельном предприятии сгорела белая лошадь, нашли предпринимателей, или утонул какой-нибудь теплоход, нашли предпринимателей. А все позитивные события, пуск новых предприятий, ферм, создание новых продуктов практически не освещаются. И такое впечатление, что предприниматели вспоминают только в негативном свете. Хотя я думаю, что предприниматели заслужили значительно лучшей участи в ампрофонном пространстве. Как вы считаете, что можно исправить в этой ситуации? Почему так? Главный вопрос. И что сделать? Потому что надо же понять сначала причину. Ну, наверное, вопрос, прежде всего, должен быть адресован средствам массовой информации, которые подают так или иначе информацию. И не секрет, что свои KPI иногда они наращивают за счет того, что подают такие новости, жареные, что называется, и которые расходятся по остальным информационным агентствам. Мне кажется, что в этом отношении, конечно, стоит говорить с ними о подаче некой другой константы, некой другой информации в этом сегменте, в том числе и в отношении предпринимателей. Сейчас, подождите, подождите. А говорить это что значит? В каком контексте? СМИ, даже если, предположим, они не выполняют никакой политический и общественный заказ, а действуют только в интересах бизнеса, а у них есть, как это, норма, на которую они молятся, это рейтинг. И, в общем-то, законы психологии известны. Чем больше каких-то страшных, как это, голое, страшное, смешное, именно это смотрят, именно это дает рейтинг. И рапортовать о том, что компания такая-то выпустила новый станок, который конкурентоспособен в Японии или, не знаю, в Европе, ну, просто так они не будут. Но на это же и существует общественность и законодательная, исполнительная власть, которая каким-то образом, не нарушая законы их действия, как, они же тоже бизнес-предприятия, СМИ, да? Как-то может это уравновесить, что ли? Ну, любая подача информации, она так или иначе может быть воспринята либо с точки зрения рекламы конкретной, да, и, соответственно, нарушения паритетов конкурентов. Но, тем не менее, я считаю, что в этом отношении возможно подача информации, которая расскажет через ту же призму регионов о том, какие процессы сегодня происходят. Почему сегодня нельзя рассказывать, например, как у нас идет процесс импортозамещения. Тема интереснейшая. Готовы мы к этому? Ну, где-то мы действительно подошли с такой хорошей, успешной готовностью. Где-то есть проблемы. То есть вот этот баланс можно найти, можно об этом говорить и рассказывать. Тем более, что, в принципе, я вот, например, приведу собственный пример. Я совсем недавно узнала о том, что саратовский магазин, который в основном занимается тем, что он дистанционную торговлю осуществляет, побил все мыслимые и немыслимые рекорды по продаже электрооборудования за рубеж, которое производится на территории Саратовской области. Так это же огромная интереснейшая тема. Конечно. Конечно. Это тема для обсуждения. Это тема для того, чтобы иногда, собственно говоря, задуматься над тем, что зачем что-то изобретать заново. Это пример для подражения. То есть, смотрите, вот как здесь, сидя в студии, мы друг друга понимаем. Теперь вопрос. Но вы все-таки представляете одну из ветвей власти. Понятно, что не все там возможно, это не волшебная штука, но тем не менее. А что делать для того, чтобы вот эту идею, которую мы разделяем все трое, чтобы она как-то в жизнь-то проходила? Здесь еще один аспект есть. Дело в том, что экономика, как таковая, частично основана на психологии. И если постоянно в телевизоре говорить, что все плохо, то мы, получается, программируем участников рынка, участников экономики, что неопределенность высокая, и, соответственно, поведенческая модель каждого субъекта хозяйствования сберегать, сберегать, откладывать, собственно, и правительство тоже самое делает. У нас правительственная политика, она не контр-цикличная, а соццикличная. То есть, во время кризиса правительство тоже начинает сберегать. И мы, получается, закручиваем эту двойную кризис. И, получается, позитивная информация, данная об этом магазине, в частности, и о других успешных предприятиях, будет работать на то, что экономические субъекты... Они будут думать, если у них получилось, может быть, у меня тоже получится. Я тоже попробую. Они лучше бы воспринимали риск, соответственно, больше вкладывали бы в национальную экономику. Поэтому мне кажется, что кроме, скажем так, чисто человеческого аспекта, существует макроэкономический аспект позитивного восприятия хороших примеров. И их не хватает. Наверное, может быть, и Минфин, и правительство должны выдать какие-то гранты на то, чтобы средства массовой информации найти гранты, как, собственно говоря, это делается во всем мире, как такая идея, рассказывали о позитивном опыте. Или как форма поддержки предпринимательства экономики. Ведь если сейчас правительство вкачивает деньги, почему оно не может вкачать маленькую часть денег в час времени эфирном на каждом канале? Об этом как раз зашла речь однажды, когда мы тоже обсуждали такую проблематику. Вы знаете, я приведу пример. У нас есть единственная на сегодняшний день федеральная целевая программа, которая касается развития села и развития, собственно говоря, сельхозпроизводителя. Это единственная программа, которая помимо экономических показателей, которые включают, да, и тех бюджетных расходов, которые должны идти на определенные задачи, на определенные подпрограммы, включает еще отдельно строчку, касающуюся информационной поддержки, то есть сопровождение тех подпрограмм, которые есть. А там достаточно большой, в том числе и поддержка медийная тех же, например, есть у нас определенный пункт под названием так называемые сельские средства массовой информации. И вот они в рамках этой программы на освещение тех процессов, которые происходят на селе, освещают и получают, собственно, реализацию государства. Это малые какие-то каналы местные освещают? Нет, это средства массовой информации, которые у нас так или иначе задействованы в векторе тем, связанных с аграрной политикой. То есть есть и федеральные специализированные, собственно говоря, и есть в этом отношении региональные, то есть районные, так называемые, средства массовой информации, которые получают активный пункт. Ничего придумывать не надо, брать за вектор. Я не слышал, но я правда поражаюсь. Вот приходит в эту же студию, например, там Алексей Комиссаров, фонд развития и поддержки промышленности, там профинансировали столько-то предприятий, выдали кредиты. Они прошли жесточайший отбор, прошли жесточайший конкурс, они производят конкурентоспособную продукцию на мировых рынках. Почему нет 20 миллиардов выдано? Почему не выделить 20 миллионов на то, чтобы информационно поддержать это на каких-то федеральных каналах, на России, пусть ночью, пусть там, не знаю, в самое дешевое время? Почему не выпустить еженедельную передачу, в каждой из которых рассказать про отдельное такое предприятие? Что для этого надо? Ну вот как раз это обсуждение, да, вот при реализации любой федеральной программы стоит обращать внимание. Кстати, там все умно достаточно сделано, это грантовая поддержка. Сейчас уже коллеги готовятся к тому, что будет объявлен очередной этап грантовой поддержки для таких средств массовой информации. Мы не нарушаем, да, то есть кому-то одному мы не даем, да. При этом те, кто действительно специалист, профессионал в освещении этого дела, действительно может реально выиграть, получить грант и работать в этом направлении. Я думаю, что это тема, которую, может быть, стоит действительно обсудить при реализации любой федеральной программы. А вам приходится участвовать в обсуждениях таких федеральных программ, направленных на развитие каких-то кластеров, направлений? Ну, в данном отношении мы, конечно же, приглашаем, когда возникает потребность, собственно говоря, посмотреть, послушать спикеров, да, которые так или иначе задействованы в реализации программы, той или иной программ, конечно же, есть возможность обсудить. У нас проводятся в этом отношении круглые столы, семинары, совещания, где приходят в том числе и представители правительства, потому что это в большей степени, конечно, зависит от них. Ну да, вы впрямую это приказать не можете, но вот как-то бы так инициировать, чтобы это, ну, донести... В качестве примера можно приводить как раз программу, которая направлена на развитие села. Это очень яркий пример. Я, на самом деле, тоже не сразу узнала об этом, пока, собственно говоря, не пообщалась с коллегами из средств массовой информации, да, журналисты, которые с нетерпением ждут, когда откроется этап грантовой поддержки, для того, чтобы они писали и рассказывали о сельских дружниках. Хорошая история. Да, интересно. Людмила, я знаю, насколько я знаю, вы были преподавателем, закончили педагогический вуз, и касаясь тем образования, я хотел бы задать, наверное, такой уже наболевший вопрос. Что не так у нас в образовании? И каким же образом мы можем воспитывать наших будущих граждан и, может быть, даже предпринимателей? Есть ли смысл вводить какие-то предметы в школах, может, в старших классах, касающиеся предпринимательства, бизнеса, как такового? Экономики, да. Экономики, да. Какие базовые хотя бы основы управления деньгами. А как у Пушкина в Евгении Онегине, и был глубокий эконом, то есть умел судить о том, чем государство богатеет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Отец понять его не мог, и земли отдавал в залог. То есть вот можно ли сегодня учить наших детей каким-то базовым основам предпринимательства экономики? И нужно ли? Ну, я убеждена, что нужно. Нужно действительно. И, соответственно, нужно понимать, каким образом эту информацию можно преподносить детям. То есть понятно, что учитель, да, учитель у нас предметник, и предметы у нас все известны, да, то есть там математика, физика, русский язык. Ну, а вот общество ведения, это близко. Да, общество ведения есть, так как я как раз... Историк. Да, историкой преподавала общество ведения в том числе. Соответственно, там есть блок, модуль, да, целый, который посвящен экономике. Ну, и учитывая, что у нас с седьмого класса вводится полноценный этот предмет, соответственно, к одиннадцатому классу там... Предмет общества ведения. Да, вкрапления, да, вкрапления в том числе и по экономическим знаниям были. Но если мы с вами предметно разберем, да, готова ли я была как учитель преподносить столь вот специфичную тему, разбираться в ней, да, для этого мне требовалось, соответственно, повышение квалификации, повышение своих знаний, собственно говоря, да, и исходя из этой специфики уже преподносить детям. Абсолютно согласен. Человек, который всю жизнь закончил педвуз, всю жизнь проработал учителем, ну, и никогда не был сам предпринимателем, не создавал бизнес, не терпел банкротства, да, и, в общем, трудно от него ожидать, что он какие-то азы предпринимательства донесет. Но есть практика сейчас вот во многих вузах факультативно для студентов. Они приглашают настоящих предпринимателей, которые создали бизнесы, раз в неделю или раз в две недели рассказать мастер-класс. Зал переполнен, переполнен. Можно ли эту практику вводить в старших классах школы? Что для этого нужно сделать методически, чтобы были заинтересованы директора школ, там, ну, завучи и прочее. Вы знаете, у меня была попытка выйти за рамки, собственно говоря, школьного курса общества знания, в области экономики. Был разработан специальный курс, который был рассчитан как раз на старший класс, 10-11 класс, назывался он экономикой права. То есть где была, собственно говоря, попытка соединить два эти спектра, то есть экономические знания, соответственно, но они в основном такого прикладного характера носили. И, соответственно, знания права. То есть одно без другого, собственно говоря, не может быть. Давайте мы так сделаем. Сейчас немного остановимся, и во второй части программы как раз обсудим, что же из этого получилось. Нашло ли это отклик у детей, и превратилось ли во что-то большее, и куда дальше идти? Да, а сейчас рекламная пауза. Редактор субтитров А.Семкин Снова здравствуйте. Мы продолжаем нашу программу «Наше дело». И с вами ее ведущие Сергей Колесников и Василий Богданов. Спасибо, Сергей. Здравствуйте, дорогие друзья. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Людмила Бокова, заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Еще раз здравствуйте, Людмила. Добрый день. Как раз остановились на том, что курс экономики для старших классов. Оказалось ли это интересно детям? Ну, в моей практике это действительно оказалось востребовано. То есть это, собственно говоря, шло как дополнительное занятие. Факультатив. Факультатив, да. Ну, он, соответственно, для детей он был бесплатным. То есть все мои, так сказать, образовательные услуги оплачивала школа, и она тоже поддержала такую инициативу мою. И, соответственно, пользовался популярностью у детей. По крайней мере, мы могли с ними выходить на олимпиады, посвященные и экономике, и праву. И, соответственно, результатом было то, что, ну, например, в мою, собственно говоря, практическую деятельность один из моих детей занял второе место на областной олимпиаде. Это достаточно высокий, ну, для меня, собственно говоря, показатель. Они могли принимать участие в различных других конкурсах, в том числе те, которые объявляли наши доблестные лузы, чтобы подобрать для себя хороших, умненьких детей. Мне кажется, что вот даже не важно, пойдет ли дальше этот ребенок в юриста или куда-то еще, но вот базовая правовая грамотность, это чрезвычайно важно, чтобы потом не получались безумные законы в нашей стране. Но при этом, посмотрите, и сейчас есть возможность, и не надо, скажем, даже разрабатывать какой-то курс. У нас есть такая возможность учителя, как реализация проектной деятельности. И вот в рамках проектной деятельности можно поднимать и приглашать специалистов других, и писать конкретные проекты, когда ребенок может защититься и в ВУЗе, и на других каких-то площадках уже конкретно, по конкретной теме, в том числе и по предпринимательству. Да, бесспорно, предпринимательство очень сильно пересекается с правом и с экономикой, поскольку все предприниматели находятся под достаточно пристальным регулированием различных контрольно-надзорных органов, коих у нас больше, по-моему, 200, если верить, Марии Блудян. И очевидно, что большая часть Гражданского кодекса, как и Налогового кодекса, касается жизни предпринимателей. Более того, за нарушение некоторых статьях закона предусматривается уголовное наказание. Поэтому предпринимательство, конечно, это вещь, отчасти связанная с риском, в том числе и для здоровья, как говорится. И касаясь этой темы, я хотел бы затронуть тему, обсуждаемую сейчас в Государственной Думе и в общественности, и в бизнес-кругах. Новый кодекс об административных правонарушениях. Так уж получилось, что пока средства массовой информации об этом мало писали, но ту реакцию, которую я знаю... Ну, по крайней мере, деловых СМИ. Деловых СМИ, деловой России, РСПП, Борис Юрьевича Святова, она, мягко говоря, негативная. Дело в том, что первая версия кодекса получилась явно репрессивной. Усиливаются репрессии, введутся новые штрафы, увеличиваются штрафы, вводится новое вене наказания. По многим статьям нового кодекса судопроизводство переносит из арбитражного судопроизводства в общие практики. Естественно, что это снижает право возрасте предпринимателей. Увеличиваются иногда до 4 лет с одного года сроки давности, вводятся новые такие понятия, как такой ящик Пандоры, который открывать, мне кажется, очень опасно. Это ликвидация юридического лица, это блокировка банковских счетов и безрешения суда. Что фактически означает остановление деятельности предпринимателей. Очевидно, что в этом споре перевес власти, перевес силы будет на стороне контрольных органов. При этом за использование этой власти контрольный отзор органов несут никакой материальной, не говоря, уголовной ответственности. То есть, ой, ошибся, пациент помер, но это, собственно говоря, проблема пациента, проблема предпринимателя. Мне кажется, что здесь явно есть дисбаланс рисков и ответственности. Причем даже не будем говорить о предпринимательской стороне, а даже просто о государственных интересах. Ведь смотрите, совершена со стороны исполнительного органа или надзорного органа контрольного ошибка. Приостановили деятельность предприятия. Сотни людей оказались на улице. Потом выяснилось, что на самом деле была ошибка. Но предприятие, остановившееся на 2-3 месяца, в условиях конкуренции, оно просто не восстановится. И для экономики большие потери. Все эти люди вышли на биржу труда, новые работы найти не смогли. У нас это кризис и вот еще. То есть, вот такого рода действия, они как бы запланированы введением такого кодекса. Мы надеемся, что его не введут в таком виде. Но вот вопрос в чем? Соответственно, вопрос к комитету. Есть позиция комитета по этому КАПу? Или просто как человека позиция? Нет, конечно же, мы официально будем давать свое заключение. В случае внесения, собственно говоря, административного кодекса, конечно, будет готовиться комитетское заключение. Мы сейчас, для того, чтобы это заключение носило объективный характер, мы сейчас включились в этот процесс. И, собственно говоря, каждую норму смотрим через призму с соответствием действующему законодательству. Ну и, собственно говоря, вообще в целом в отношении. Потому что у нас... Ну это некий технический процесс. Пока это технический процесс, действительно. Но, по сути, конечно же, кодекс нужно обсуждать и очень серьезно и предметно прислушаться к отрасли. Но я вам скажу, что зачастую... Вот я сегодня была на одном из форумов, где как раз вопросы посвящены были нашим торговым отношениям. Ну, в основном это, конечно же, предприниматели. И, конечно, они высказывали свои опасения, в том числе и в отношении контроля надзорных органов, которые могут запросто сделать заявление о том, что, условно говоря, мы выявили, что 80% вот этого производимого товара является каким-то некачественным или еще что-то. Ну, представляете, что после этого творится. То есть сети сразу тут же начинают реагировать на все эти вещи. Предприниматель в кошмаре. Но ответственность контрольный орган не несет за это. Хотя во всех, собственно говоря, европейских странах, не люблю их приводить в пример, но приходится, контрольные надзорные органы несут полную ответственность за ту информацию, которую они предоставляют. И для чего они, собственно говоря, это делают. Но есть и другой момент, когда все-таки у нас на сегодняшний день мне бы хотелось, чтобы не было такой ситуации, когда какие-то нормы законодательства заносятся в кабинеты, отдельно обсуждаются в отрыве без отрасли. И вдруг потом мы выявляем и выясняем ситуацию совершенно несоответствующую действительности. По сути, вы сейчас просто соглашаетесь с нами. А вот вопрос, а Совет Федерации может вообще что-то сделать? Или он в данном случае только как рекомендательный? Нет, во-первых, Совет Федерации – это исключительно экспертная площадка. То есть мы экспертируем и взвешенную свою позицию излагаем, собственно говоря, в своем заключении. Иногда получается так, что наше заключение, оно отрицательное. А что в этом случае происходит с законопроектом? В этом случае, если заключение, если мы не поддерживаем концептуально этот закон, то, соответственно, дальше его продвижение проблематично. Но это если концептуально. Если все-таки закон прошел, три чтения Государственной Думы пришел к нам, но мы при этом обозначали свою позицию, что мы не сторонники поддерживать ее и нашли обоснование, что он противоречит действующему и существующему законодательству Российской Федерации, то в этом случае закон отклоняется Советам Федерации и возвращается с нашими замечаниями, возвращается обратно в Государственную Думу, откуда он, собственно говоря, вышел. Давайте так, давайте смотреть на вещи трезво. Во всех органах власти есть у любой ситуации свои сторонники и противники. И, конечно, в Совете Федерации тоже есть как лоббисты данного, ну, если уж говорить на примере КААПа и данного закона, есть и противники. А вот как, с вашей точки зрения, происходит обсуждение, дискуссии? Кто побеждает? Ну, в данном случае я выскажу свою позицию, свое мнение и обозначу ту работу, которую реализую непосредственно я. То есть, если возникает какой-либо спорная ситуация или проблемная ситуация в отношении какой-либо отрасли или направления, то я предпочитаю более тщательно и более детально обсудить со всеми участниками этого процесса. Когда есть возможность задать конкретные вопросы, когда есть возможность... То есть вы стараетесь мирно решить этот вопрос, посадив за круглый стол разных участников и постараться между ними как-то... Абсолютно. Найти баллы. То есть иногда, иногда в ходе, собственно говоря, даже этих обсуждений пропадает желание инициировать какое-либо законодательное регулирование. Ну, все чаще у нас, например, идет посыл, там, обращение, ну, ладно, административный кодекс, уголовный кодекс, примите статью в уголовный кодекс, такой-такой. Ты говоришь, коллеги, ну, давайте разберемся, а что мы сделали с вами, вот, исполнительная власть, законодательная власть, отрасль для того, чтобы исправить ситуацию и не доводить ее, собственно говоря, когда уже человека наказывают по уголовной статье. И обычно, ну, зачастую отпадает желание дальше продолжать вот эту идею, да, и возникает идея о том, чтобы процесс, на самом деле, выстроить правильно, чтобы он действительно работал и не мешал, собственно говоря, остальным. У нас осталось немного времени. Скажите, что же все-таки нам нужно сделать, чтобы профессия предпринимателя в России стала более престижной и большее количество студентов, а сейчас очень мало количества студентов по статистике, хотели стать предпринимателями. Пробовали бы открывать свое дело, да. Поскольку я считаю, что без активной человеческой позиции, без предпринимательства, без активных людей, экономика и индустрия наша будет развиваться значительно медленнее, чем при обратной ситуации, когда большинство молодых людей бы взялось за дело самостоятельно. Ну, конечно, я в большей степени, конечно, что называется, держу руку на пульсе в отношении IT-отрасли, и там действительно и акселераторы созданы, да, то есть понятные маршруты, и в том числе поддержка стартапов, льготы, они все понятны, и как только правительство заикается о том, что не нужны льготы, тут же мы встаемся, нет, они нужны, они необходимы, и мы с места не сдвинемся в этом отношении, то, конечно же, в отношении любой формы предпринимательства, особенно там, где сопряжена с определенными рисками, нужна взвешенная политика государства. Прежде чем получить прибыль от предпринимателя, его нужно сначала вырастить до стабильной ситуации. А лучше сказать, дать ему возможность самому вырасти. Да, вырасти, встать в полный рост, а уж потом требовать и спрашивать с него те или иные меры воздействия, собственно говоря. Ну и, конечно же, со своей стороны, мне хочется сказать комплименты, что у нас все-таки существуют такие хорошие опорные точки, такие организации, как Опора России, Деловая Россия, где есть момент обсуждения, обсуждение позиций, они зачастую в полный рост встают на защиту. Спасибо. Спасибо большое за интересный рассказ. И наша передача подходит к концу. В эфире была программа «Наше дело» и вели ее Василий Богданов и Сергей Колесников. До свидания, уважаемые телезрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова